Сейчас я отвечу на один из самых злободневных и популярных в некоторых лугах вопросах «Даром получили и даром давайте». Матфея 10 глава, с 8, даже с 7 стиха мы прочитаем. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесам изгоняйте. Даром получили, даром давайте». И дальше еще написано «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы в дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город и селение ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достойный, там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир, дом и сему». Если дом тут будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир к вам ваш и возвратится и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто некоторые христиане, да, они говорят вот это место. Ну, то есть они говорят «Даром получили» и «Даром давайте». И о чем это написано вообще? То есть это написано не про то, что ты должен даром работать, или не про то, что ты даром должен, к примеру, обучать людей, или не про то, что ты даром должен, там, не знаю, свои знания какие-то передавать, да, ну, к примеру, по бизнесу, или там по своей профессии, вот, или там оказывать кому-то консультации, я не знаю, там, экспертные, да, там, или делать поддоны, изготавливать хлеб, да, и так далее. То есть смотрите, это говорится конкретно, еще раз давайте прочитаем, про проповедь Евангелия, что нельзя брать деньги за проповедь Евангелия. Дальше, за то, что ты исцеляешь больных, ну, по молитве, да, опять же, если ты доктор и работаешь на работе, и исцеляешь больных, то ты можешь спокойно брать за это деньги, и если ты не будешь за это брать деньги, только добровольно, ну, то есть ты можешь сам отказаться, как бы, да, от того, что брать за эти деньги. Ну, а так, ты спокойно можешь брать за это финанс, потому что это твоя работа. Дальше, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Это ни в коем случае, друзья, не говорится про работу, про то, что когда вы работаете, вы должны работать даром, за бесплатно. Наоборот, дальше написано, ибо трудящийся достоин пропитания, в другом месте написано, трудящийся достоин награды. Поэтому, когда я лично слышу риторику про то, что человек говорит, слушайте, ну а что это вы обучаете и берете за это деньги, так мы не приобрели это даром. Смотрите, даром даются дары Духа Святого и благодать. То есть, конечно же, я ни в коем случае не буду никогда в жизни брать деньги или какие-то вознаграждения за то, что я помолился. Ну то есть, я не скажу там, молитва стоит 500 рублей, или давайте я сейчас изгоню беса, и это стоит 1000, да. То есть, вот в моей жизни в такой практике такого нет. Я знаю, что некоторые так делают, есть такие церкви, да, у них это стоит сколько-то денег. Вот, но я считаю, что это не от Бога, потому что об этом говорит Библия. Даром получили, даром давайте. То есть, это благодать, это дар Духа Святого, это то, что Бог дал для того, чтобы служить людям, да. Но если я прошел, к примеру, MBA, заплатил за него больше миллиона рублей, я больше 15 лет занимаюсь бизнесом, да. У меня есть огромная команда, ну вот, к примеру, мы занимаемся обучением, да. Просто, чтобы вы понимали, зарплатный фонд у нас общий составляет почти миллион рублей. Вот зарплатный фонд людей, которые работают в команде у нас, они же не бесплатно работают. То есть, у них зарплатный фонд составляет, это без всяких бонусов и так далее, около миллиона рублей. И мы тратим огромное количество денег на рекламу. Я вообще ни в коем случае не оправдываюсь, я просто вразумляю вас, если вы так мыслите. И поэтому я больше скажу, да, что мы это, помимо того, что недаром это получаем, я еще скажу второе, что очень важно, да, вот, что мышление царства, это когда мы начинаем своим наипаче по вере больше платить, больше служить и больше что-то делать. Это же разумно, что вы благословляете и оплачиваете верующим людям, которые служат, жертвуют десятины, которые помогают людям заниматься благотворительством, вместо того, чтобы пойти эти деньги, да, и отнести куда-то, грешникам каким-нибудь, да, людям, которые, там, я не знаю, истратят это на какие-нибудь грехи, развлечения, там, да, и так далее. И вот поэтому я всегда сам учу и стараюсь так жить, да, что если выбирать между верующим профессионалом и неверующим профессионалом, да, профессионалом, подчеркиваю, я пойду к верующему. Об этом говорит Библия, да, наипаче своим по вере, наипаче своим по вере. Будь верным и образцом, будь образцом для подражания, да, там, в других периодах, будь образцом для верных в первую очередь, потому что если ты будешь делать как бы для верующих людей, то ты сможешь и для неверующих стать примером, понимаешь, вот. Поэтому, друзья, выкиньте из головы вообще вот эти мысли про даром получили. Никто ничего даром не получает, кроме спасения по благодати, да, и кроме даров Духа Святого, и которые действуют в жизни человека, если он начинает служить. Поэтому, наоборот, с удовольствием я всегда что-то покупаю у верующих, да, я сам стараюсь как бы не делать ничего бесплатно, объясню еще, да, точнее даже так скажу, я огромное количество всего делаю просто бесплатно, благословляю, благотворительностью занимаюсь. Ну, к примеру, я считаю, да, и уверен по статистике, что если вы сможете научитесь жертвовать, платить цену, то для вас это станет более ценным. Когда мы только начали обучение, первое, проект «Цели с Богом», мы собрали на него 500 человек, он был бесплатный. 500 христиан пришло. И из этих 500, вот подумайте просто, сколько дошло до конца. Всего 5 человек, 5 человек, 5 человек, еще раз, да, конверсия 1, по-моему, или 0 даже, 1%, да, ну, 1%. Вот, когда мы сделали это же обучение за 990 рублей, пришло 50 человек. Из 50 человек проект за 21 день дошли 15 человек. Я знаю, что если бы мы сделали его за 9900, дошло бы 35 человек, понимаете, потому что то, что для нас ценно, это когда мы платим за эту цену, когда мы готовы инвестировать и вкладывать. Поэтому вместо того, чтобы иметь мышление нищеты, бедности, да, и того, что, знаете, даром вот это вот получили, даром давайте исковерковать Писание, говорить совершенно не про то, приобретите мышление Царства, начните сеять, начните вкладывать, начните жертвовать, и вы увидите, как Бог начнет могущественно действовать в вашей жизни. Благословляю вас.